Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе, главе Эйкеф, третья глава книги Дворим, где Муше Рабейну продолжает описывать центральный момент в ретроспективном показе нашего путешествия из Египта к земле Израиля. Ну и, конечно, центральный момент — это Синайское откровение, это дарование Торы на горе Синай. Десять заповедей, которые Муше переписывает в этой главе с небольшими вкраплениями и изменениями лично от себя. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Если мы уже говорили про десять заповедей, про дарование Торы на горе Синай, то, конечно, нужно поговорить о золотом тельце. Если мы говорили о первых скрижалях, то нужно поговорить и о вторых. Но когда Муше Рабейну говорит о первых и вторых скрижалях в нашей главе, он добавляет одну очень интересную деталь, которая мне лично дала понять ответ на очень важный для меня вопрос, которым я сейчас поделюсь. Когда Муше Рабейну говорит о первых скрижалях, он говорит, что «ты мне дал каменные скрижали». Затем, когда описывается история золотого тельца, 40 дней Муше Рабейну просит прощения за еврейский народ один раз, второй раз в конце концов получает прощение, говорит «ты мне дал каменные скрижали, скрижали завета». Что изменилось? Первый раз это просто каменный, второй скрижали завета. О каком вопросе личном для меня идет речь? Я, честно говоря, никогда не понимал, что такое big deal, что такое серьезное отношение к обручальному кольцу. Точнее, не совсем обручальному кольцу, на русском это немножко по-другому, а то, что называется engagement ring, да, кольцо, которое дается на помолвку. Жених приклоняет колено на закате или там на рассвете, цветочки, розочки невесты открывают коробочку, и как будто бы она вообще в шоке и не понимает, что ее там ожидают, и вдруг там большой камень. И чем больше камень, тем больше глаза раскрываются у невесты. Какой в этом смысл? Я вообще не понимал вот этот весь сырбор с этим большим или небольшим камнем в принципе в камне. Ну, может быть, я не понимаю, потому что у меня нет возможности дарить своей жене бриллианты ввиду рода и ее деятельности, но это уже о личном. Но на самом деле именно вот это изменение, которое дает Муша Рабейну, когда первые скрижали он называет просто каменные, а вторые называют каменные, но скрижали завета, на мой взгляд, и проливает свет на этот вопрос. Потому что наши комментаторы неоднократно говорят о том, что момент дарования до Торы на горе Синай — это и есть союз бракосочетания между всевышним и еврейским народом. Где всевышний жених, еврейский народ — это невеста Муша Рабейну, это сваха, скрижали, это ктуба. Неважно, тут аллегорий очень много. Но свадьбы сегодня за всей мишурой, за туфельками, платьичками, смокингами, цветочками, камушками мы забываем, что это всего лишь несколько часов остатка жизни, жизни, которой нужно будет тяжело трудиться, чтобы построить то, что называется семьей, построить то, что называется еврейским домом. И камни здесь абсолютно не при чем. И то, что мы называем любовью, это просто как эмоциональные гормональные бури в молодом организме, а на самом деле, еврейской точки зрения, любовь — это состояние, которое достигается путем того, что мы вкладываем своего партнера друг в друга как можно больше. Но точно так же, как первые скрижали, которые в момент эйфории, в момент свадьбы были просто камнем, когда приложили усилия, когда исправились, когда проходим этот период проб и ошибок, которые называются семьей, скрижали из просто камня становятся скрижалями завета. Точно так же эти камни, есть они у вас или нет, вначале это просто камень, но тогда, когда это становится символом вашей жизни, жизни, в которую вы вкладываете друг друга, в которую вы тяжело работаете, которая становится настоящей жизнью двух людей, которые становятся одним целым, тогда это становится камнем завета. И чем больше мы сможем из просто каких-то блестяшек делать по-настоящему камни завета, тем скорее и Тора станет для нас настоящим заветом, живой Торой. И любые камни для нас будут кричать имя Всевышнего, как это было во время дарования Торы. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok